Продолжение следует... Для тех, кто не слышал, коротко расскажу. 27 числа, когда мы проводили митинг в Казахстане, возле офисов Муратана, против нашей группы журналистов была совершена провокация. И здесь, в Киеве, мы теперь компактно, так сказать, все находимся в одном жилистном комплексе «София Клубной». Вы все его помните, я постоянно отсюда веду прямые эфиры. И вот в ту квартиру, где находились наши журналисты, пришли полицейские, пришли, значит, они вооруженные, пришли в масках, в такой черной одежде. Охрана наша одела бронежилеты, то есть амуницию всю. И они пришли под предлогом, что якобы поступило сообщение, что заминирован жилистный комплекс «София Клубной». И они на этот сигнал пришли отреагировать, потому что в полицию поступило вот такое анонимное сообщение. Ну, понятно было, что это провокация, и что это провокация намеренная, и что она, естественно, создана спецслужбами Казахстана, понятное дело. И, конечно, это в день митинга, это все там в случайных моментах, никогда не бывает. Естественно, закончилась эта ситуация тоже быстро, потому что, во-первых, я немедленно провела прямой эфир, во-вторых, немедленно приехали адвокаты, правозащитники приехали, журналисты приехали, и мы с этой ситуацией стали разбираться. И вот какая ситуация. На самом деле, я потом позже выложу обязательно следующим постом эти вещи, то, что мне удалось записать, потому что, естественно, охрана не хочет идти на переговоры потом, сама полиция тоже, естественно, уехала, не хочет идти на переговоры. И мы там какой-то фрагмент записали из диалога с охранником, который, собственно, подтвердил, что в полицию поступило анонимное сообщение, и что они вынуждены были одеть амуницию, прийти и как бы в нашу квартиру пытались войти, вот тут, где находились наши журналисты. Когда, конечно, мы начали здесь разбираться, первый вопрос. В воюющей Украине поступает анонимный звонок, полицейский участок, которым сообщают, что некий жилищный комплекс заминирован. Понятно, что ситуация должна развиваться совершенно иначе. Не просто там полицейские приехали, там постучали в дверь и так далее. То есть начинается какой-то эвакуации процесс, начинаются какие-то другие процессы. И это точно не связано там с полицейской бригадой и охранниками жилищного комплекса. Такие вещи делаются усилиями специальных подразделений и так далее. И понятное дело, что мы видим, что ситуация перестала развиваться, как только я вышла в прямой эфир, мы стали интересоваться, что это было. Попытались обмануть нашу охрану, охрану нашего жилищного комплекса, использовать их, войти в нашу квартиру. Ну понятно, у них всегда одна цель, они преследуют цель захватить наше оборудование, нашу технику, наши компьютеры. Это не первая попытка завладеть компьютерами демократического выбора Казахстана, там наши редакции и так далее. И понятно, это была еще одна попытка захватить нашу технику, войти, так сказать, наших людей. И скорее всего, я тоже думаю, что есть еще один фактор очень серьезный, они все-таки охотятся за членами нашей команды, я знаю, кто их интересует в нашей команде, почему их интересует этот человек. И я думаю, что еще в связи с тем, что здесь у нас есть тоже, значит, член ДВК, который непонятен, что это за человек, и они, видимо, попытались какой-то арест произвести, аналогичный тому, который пытались провести со мной в октябре 2017 года. То есть вы с нами проедьте на час прокуратуру, а мы вас потом обратно отпустим, дадите пояснение, и мы вас отпустим. Хотели воспользоваться ситуацией, когда нет адвокатов, когда никого нет, быстро ворваться в квартиру под предлогом, что там террористы, и быстро, пока люди в масках, пока с автоматами, утащить ребят, и, значит, там подвергнуть их каким-то опросам, допросам и так далее. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Конечно, никто никуда не смог зайти, мы быстро отреагировали, и мы уверены, что эта провокация была сделана специально, понятно, что специально, потому что после того, как все это произошло, мы задавали вопросы, никто не отреагировал, полиция не отреагировала, и сейчас наши адвокаты занимаются расследованием этого инцидента для того, чтобы выяснить, кто на территории Украины сотрудничает со спецслужбами Казахстана, кто это делает и кто им помогает. И, конечно, мы все равно поймем, кто это делает, мы все равно поймем, какие люди в этом участвуют, потому что здесь уже все слишком явно, потом понятно было, откуда приехала машина, то есть откуда полицейские приехали, полицейских я видела, я в окно их сначала видела, потом до тех пор, пока они маски надели, ну что они здесь тоже разыскивали, ездили, искали. И мы, я думаю, что мы обязательно, тут и местная охрана, разумеется, в курсе, и они нам помогут, и мы обязательно с этой ситуацией разберемся. Но факт в другом. На протяжении вот двух лет, которые я здесь проживаю, один за другим идут вот такие провокационные моменты. Я понимаю, что это не прекратится, потому что мы все-таки заняты политической борьбой. Мы не просто там диссиденты посидели, поговорили, мы политическая структура, которая занимается организацией политических акций, политических митингов, которая занимается производством новостей, и мы большой объем новостей сегодня производим. Вы видите, что у нас в день 2-3 миллиона просмотров на канале в сутки. И у нас есть ролики, которые набирают до 2 миллионов просмотров, то есть новостные наши ролики. И для Казахстана такого маленького, это, конечно, большие объемы, серьезный сигнал для властей, что демократическим выбор Казахстана становится популярным. В социальных сетях многие люди идут за нами, слушают, смотрят. Понятно, каждый раз они стараются нам помешать. И у нас вот именно в эту квартиру, где наши ребята размещены, это уже, наверное, третий визит полицейских, всегда под разными предлогами. И тоже был визит, который был организован также анонимным звонком, искали людей, которые якобы связаны с криминалом. Фрагмент, маленький фрагмент этого, значит, визита удалось у меня записать. Полицейские там категорически были против. Но все-таки хоть какая-то маленькая зацепка, там тоже у нас и имена есть этих полицейских. Мы до сих пор серьезно не занимались этим, но теперь мы будем заниматься этим очень серьезно. Потому что, когда против нас фабрикуют такие обвинения, связанные с терроризмом, экстремизмом и так далее, на территории Украины, ну, это серьезный сигнал, и мы будем серьезно реагировать. С одной стороны, власть в очередной раз нам помогла. Потому что, ну, вот Назарбаев, он что делает? Он нам постоянно такими способами помогает, потому что из-за этой ситуации сейчас очень большое внимание со стороны украинских СМИ. Я вчера давала интервью, сегодня я давала интервью. В тот день я рассказывала, что происходит. И в украинских СМИ поднялся интерес не просто к ситуации, а к ситуации в Казахстане в целом. Потому что я рассказала, что в Казахстане идут протесты, что в Казахстане созданы все предпосылки для смены этого политического режима, и что Назарбаев готовится к очередной махинации по выборам и так далее. Все эти вещи, конечно, очень интересуют местные СМИ, несмотря на то, что у них своя повестка очень активная, у них предвыборная ситуация. Все равно в результате они нам помогли и привлекли большое внимание со стороны средств массовой информации к демократическому выбору в первую очередь. И, естественно, к нашей группе журналистов и ситуации, которая сложилась. И вот опять старые грабли, получается, они пытаются нам каким-то образом постоянно навредить, а на самом деле, опять же, своими глупыми, вот этими действиями неточными, они делают наоборот. Так, у нас тут пришел еще один участник эфира. Я извиняюсь. Вася уходим. Это мой скотт Вася. Вот. И такими действиями они только вот как бы навредили, получается, сами себе. Что я хочу сказать, что вот мы с адвокатами, естественно, мы сейчас делали запросы, откуда приехали, какие вызовы, что за анонимный звонок, куда он поступил, на какой телефон, потому что охранник ясно сказал, что ему показали сообщение на телефоне. Потом он, правда, попытался это все отрицать. Это, кстати, охранник жилищного комплекса София Клубной. И, конечно, здесь нежелательно такое отношение, да, чтобы впутывать там местную службу охраны, вот наши политические дела и так далее. Им это все не нравится, но нам тоже не нравится, когда на нас вот такие организовывают нападения, провокации. Мы точно знаем, что это не первая, не последняя провокация. Они будут пытаться еще раз что-то сделать. Поэтому мы вынуждены сегодня широко прибегать к освещению этой ситуации вот в Украине, в СМИ. И мы это будем продолжать делать. Еще я хотела бы пару слов сказать о тех, почему это все именно в митинге происходит. Это не первый раз, когда мы проводим акции в Казахстане, и здесь на территории Украины пытаются нам мешать. То есть нам постоянно таким образом мешают. Мы уже взяли такую практику, да, когда у нас проходят митинги, мы просто-напросто меняем место дислокации, разъезжаемся, потому что обязательно против вот как бы команды, в офисе обязательно идет прямо по месту нахождения офиса, обязательно идет провокация. То нам отключают интернет, то к нам звонят, значит, с угрозой, что вот немедленно выносите свои компьютеры, дайте нам сервер ДВК. Мы обо всем этом писали, публиковали в СМИ, делали пресс-конференцию, предоставляли факты. Потом у нас, я обращалась в полицию неоднократно, я получила уже две отписки, я вот сегодня тоже их опубликую, я там в комментариях публиковала, но еще раз опубликую. О том, что вот как бы якобы провели расследование, но на самом деле по факту никакого расследования не было. И вот мне вот эта ситуация, когда у нас полицейские службы Украины занимаются отписками в такие серьезные моменты, то есть на нас нападают, а они занимаются отписками. Меня здесь дважды пытались похитить, вы все прекрасно помните по первому случаю, какая была ситуация сложная. Мы всех этих людей сняли, мы вели прямой эфир, адвокаты с запросами и в прокуратуру, и в полицию обратились, более того, был депутатский запрос со стороны Светланы Залищук. На все это пришла отписка, что не нашли состава преступления. Эту вот отписку я тоже могу вам продемонстрировать, у меня есть этот документ. То есть вот таким образом они всякий раз реагируют на то, что в отношении нашей группы на территории Украины, во-первых, ведется слежка, шпионаж, во-вторых, ведутся вот такие системные провокации. И мы, конечно, с этим будем сейчас очень серьезно разбираться, и уже разбираемся, и мы найдем эти концы, кто в Украине помогает казахстанским спецслужбам осуществлять свою вот эту грязную работу. Вот это я хотела сказать. С нашими ребятами все в порядке, с нашей техникой, естественно, тоже все в порядке. Эти люди по глупости думают, что все здесь очень просто, что можно прийти, забрать, значит, компьютеры, и потом размахивать этой техникой, говорить о том, что они получили доступ к секретам Демвыбора. Это все устроено, естественно, не так. Даже если какие-то компьютеры кому-то удастся забрать, ничего они оттуда не смогут получить, кроме той журналистской информации, которая у нас хранится, рабочей информации, которая прозрачна и так далее. Единственное, для чего все это им нужно, они сами это прекрасно знают, потому что они прекрасно понимают, что не так все устроено. Это им нужно для того, чтобы потом создавать вот такие фейковые новости, что вот в КНБ попала там информация такая, вот такая, и заниматься дискредитацией ДВК. Ну, это все тоже у вас не получится, потому что так запросто, так просто, ну, такие вещи не делаются, не получаются. Мы здесь достаточно надежно защищены, никто не пострадал. И сейчас еще меньше возможностей у них будет прийти снова в этот комплекс и снова устроить какую-то такую же провокацию. Вот. Поэтому я хотела всех вас успокоить, сказать, что с нами все в порядке. Большое спасибо, что вы переживаете, большое спасибо, что вы следите за всем этим. У нас все будет хорошо, все будет ДВК. Всем большое спасибо. Я завершаю этот эфир. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok